ну вот это и случилось мобилизация объявлена на это значит что в ближайшие недели и месяцы нас ждет увеличение количество боев и увеличение кровавости этой войны для начала всех прострою кто очень очаровался словом частичная значит мобилизация которая объявлена не частичная по крайней мере это совершенно не следует из приказа почему это не следует из приказа дело в том что частичная мобилизация отличается от полной тем что в частичной мобилизации указаны изначально параметры по которым она проводится на то что это ограниченное количество регионов или для ограниченного количества набора солдат или что-нибудь в этом духе ничего такого в приказе нет это есть исключительно в словах путина и в словах сергея шойгу вот собственно что сказал сам путин считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и генерального штаба о проведении в российской федерации частичной мобилизации 300 тысяч резервистов которые будут призваны хочу сразу сказать что это не единоразовая это та работа которая будет проводиться планово как я уже сказал то есть здесь не предусматривается такой знаете широкозахватный комбайн сидит чтобы всех захватить быстро нет нет это думаю объяснять почему нельзя на слово верить шойгу или путину излишне но что вообще написано в этом приказе дело в том что параметры мобилизации закрепляются как раз непосредственно приказом и в этом приказе ничего не сказано про количество людей или про то какие именно группы населения будут мобилизованы да на данном этапе и судя потому что сказал шойгу начнут с тех кто значит имеет боевой опыт или находится резервистом на контракте или просто резервистом но есть необходимая для войны специальность однако в будущем когда этого будет недостаточно это будет расширяться для этого не потребуется никаких новых нормативных актов потому что в нынешнем нормативном акте закреплено что все решает министерство обороны выйдет послезавтра шойгу и скажет 300 тысяч недостаточно мы хотим мобилизовать миллион будут пытаться мобилизовать миллион у нас огромный мобилизационный ресурс то есть ресурс тех кто отслужил тех кто имеет боевый опыт тех кто имеет военные специальности у нас почти 25 миллионов посмотреть на то что происходит включая то что происходит с мобилизацией что происходит с этим вот с этим фарсом по поводу так называемых референдумов ведь это реакция на что это реакция на украинские успехи которые были достигнуты в том числе с западным оружием значит единственный вывод который должен из этого следовать что оружие поставлять надо больше и это оружие должно быть более эффективным вот если мы сможем перевести режим возмущения в режим и большей поддержки вот тогда я думаю это будет правильная реакция со стороны евросоюза и над этим будут работать для товарищей из россии объясним на их на понятном им языке почему то что сейчас происходит это последняя волна мяса фарша последняя волна фарша и и заодно скажем нашим что ничего страшного в этом объявлении этой частичной мобилизации вообще нет вообще нет это даже скорее хорошо чем плохо потому что трупов будет ехать намного больше что такое частичная мобилизация частичное там примечание что они будут призывать тех кто раньше служил в армии десантники артиллеристы танкисты как их если вы следите за нашими интервью вы можете проследить что было три волны первое это по сути кадровые которые контрактники работали которые были на учениях с января месяца и которых обманули они зашли на территорию украины началась война когда их выбили пошла вторая волна это то кто тех кто остался в частях их там как-то насобирали как-то укомплектовали отправили это летние так называемые третья волна это пошли алкоголики вагнеровцы зэки и тех кто но их оказалось недостаточно недостаточно и тех кто за бабки пошел через военкомат вот ролик будет выложен завтра послезавтра про танкиста который рассказывал каких бригаду две с половиной тысячи человек перемолотила как он ходил повестки не повестки а извещения раздавал с его он что штабной солдат был и он выписывал извещение о смерти лично он разнес порядка ста извещений с его слов он не который говорит что восполняли пробелы до полковник который подполковник который зашел в украину в середине августа он так и сказал да мы пришли не подкреплять и мы пришли заменить тех кто выбыл вот так он сформулировал поэтому вот эта частичная мобилизация это начало краха рашки потому что путинского режима путинского режима частности ничего страшного в этом нету ну придут опять тех кто служил давным-давно но нужно понимать что тех кто хотел повоевать за деньги уже пришли частичная мобилизация насколько я понял потому что нигде еще пока не расписано там это как тебя призвали и ты не получаешь вот этих 200 тысяч то есть тех кто хотел послужить по контракту за бабки они уже служат и уже воюет и уже едут назад двухсотыми трехсотыми мало того нужно четко понимать что тех почему их не ратируют почему у тех кого загнали никогда не возвращают назад потому что девять из десяти после того как возвращаются в рашку уже назад не едут они когда с вами еще и правду расскажут они глазками сами увидели что командиров нету обеспечения нету что реально жрать нечего стрелять нечем все плохо управление войск нету вот и вот и все поэтому ничего страшного нету не переживайте мало того они сейчас начнут же изнутри поедет вот эта вся коррупционная машина решала ваша можно а сколько можно было обогащаться олигархом пора уже обогатиться военкомом туда сейчас комиссары будут нормально зарабатывать с башники будут зарабатывать на комиссарах которых они поймают на этом следующий шаг объявления военного положения комендантские часы в приграничных зонах это я думаю следующий шаг это октябрь месяц ноябрь ждем полноценного движа в октябре ну почему говорю что крах путинского режима просто потому что я думаю что этот режим это и вот даже частично мобилизации уже он не выдержит потому что уже пошел движ там в соцсетях можете сами зайти на телеграм-канал мы скриним показываем это все то есть в отличие от того что было показано российской пропагандой россияне не так уж сильно хотят воевать более того они не понимают зачем им воевать ну и самое сейчас вот вишенка на тортике будет тогда когда собственно первая партия их сюда поедет как вы знаете пехота она по сути-то и не воюет да вот таких вот стрелковых боев по сути нет воюет артиллерия то есть когда сейчас хаймарс и прочее оружие предоставленное нам нашими партнерами да и наше оружие будет перемалывать вот первый фарш а это же будут уже исчисляться потери у них не на десятки не на сотни а на десятки тысяч скорее всего вот при таком вот раскладе то есть все очень просто подлетает птичка смотрит определяет перемалывает фарш несколькими ударами вот эти вот десятки тысяч несчастных людей которых удастся сюда отправить по какой-то причине и все и пойдет сразу же вот то что сейчас до начинается это покажется путинскому режиму просто цветочками потому что ягодки будут потом тогда когда вот эти десятки тысяч родственников начнут получать извещение погибших вы должны понимать что одно дело подготовить стрелка обычного а другое дело нужно время на то чтобы подготовить командира танка наводчика артиллериста ну то есть у них очень жесткий кадровый голод это нужно очень сильно осознавать вот этот танкист который с обгоревшим лицом да записали с ним вторую часть как он рассказывал про повестки про то что у них танк был укомплектован строителем ну короче тупо сбродом для для галочки вот так вот но если он во второй волне был укомплектован сбродом 3 3 3 волне то это не означает абсолютно сейчас там появятся какие-то супер специалисты и опять-таки пудинг говорит о том что мобилизирует и производство извините а из чего они будут мобилизировать производство если раньше они не производили то что им необходимо то из чего они сейчас начнут производить если они полностью зависят от микрочипов им импортных элементов то есть ну если они не могли произвести нужного и должного количества себе оружия для такого типа войны то они не смогут это делать и в будущем поэтому это опять-таки ничего не меняет пользуясь случаем также хочу сказать вот россияне говорят о том что там нам предоставляют там хаймарс и все такое прочее что весь мир ополчился против несчастной россии нет не весь мир ополчился против несчастной россии мира ополчился против агрессора так же как это было и во время второй мировой когда ленд лист предоставляли советскому союзу точно так же сейчас против агрессора предоставляют нам оружие и что касается вот этих референдумов но это вообще просто смешно тут я присоединяюсь к большей части всех мнений высказанных уже до этого в связи с большими потерями на фронте в связи с тем что высу там за два-три дня фактически отбили харьковскую область им нужно просто этот пробел чем-то перекрывать и вот они придумали вот эти вот референдумы которые вообще ни на что не влияют и ровным счетом ничего не изменится абсолютно причем весь цивилизованный мир сразу же и однозначно еще до этих референдумов уже высказался о том что они никем и никогда не будут признаны в том числе и шольц в том числе и макрон и от китая россии как бы никакой помощи как не было таки нет поэтому китай не будет играть в эту игру по причине того что в китае китайскому лидеру что сказал президент сша байден и санкции вот и все зачем у кита в китае свои проблемы есть им еще получить из-за рашки пакет санкций ограничить себе рынки сбыта нафиг не надо ради чего нефть и газа не так по очень хорошим ценам качают с рашки рашка сырьевой придаток это всех устраивает ну и то что пишут пропагандоны что или сейчас мы победим или ядерная война ну причин почему они должны победить как вы понимаете нет никаких потому что если их раньше не было ну хорошо они сейчас мобилизуют еще там несколько сотен тысяч этого мяса которая сразу же превратится фарш это не не гарантирует абсолютно победы по поводу ядерной войны но я говорю если вот эта вот мобилизация это крах путинского режима то попытка нанести любой даже там тактическим ядерным оружием удар это конец россии уже все то есть это государство не будет существовать а с учетом того что ролик с срочником которого забрали со стратегического объекта по охране ярсы да ярсы да 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 это говорит о том что у них штанга полная с кадрами если они со стратегических ядерных объектов комплексов забирают солдат которые должны их охранять то ну ответьте на вопрос полетит ли там она вообще раз и во вторых ядерная ракета нам тоже рассказывали военные что она взрывается в момент когда она прилетает а когда она летит ее сбиваешь и ничего не происходит ну как типа сбили бук там или какой-то калибр то есть да ну падает обломки но взрыва то нету а с учетом того что у них ядерные носители вот эти боеголовки очень древние а пво комплекс половина взорвется сразу же половина не взлетит половина не взлетит половина которая будет лететь прилетит не туда а те которые будут лететь их еще и пво покрышит поэтому тут тоже надо очень такое себе и мало того самое главное в докрине в доктрине сша в ядерной четко прописано если рашка начинает использование ядерного оружия то сша точно также начинает использовать по моему даже есть комментарии уже на этот счет правительства сша да сената поэтому россиян которые как бы являются там патриотами своей страны у них есть как бы в общем то последний шанс чтобы все это остановить как вы понимаете мы не пытаемся никого пугать не понимаем что наши слова не на что особенно не повлияют но так просто чтобы вот запомните как говорится этот твит у них просто последний шанс это все остановить потому что если это не произойдет если этот сумасшедший пойдет дальше то россии вообще не будет в принципе россию нельзя победить ее можно только развалить изнутри мы и сейчас это сделаем так и будет верю в вашу поддержку